Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Сегодня я хотел бы с вами поговорить об очень личном, о том, что волнует, я думаю, что каждого из вас, потому что приходят не тысячи, а десятки тысяч писем за эти месяцы. Люди переживают, мучаются, как перенести эти времена, другие времена и так далее. Людям действительно тяжко. Тяжко иногда даже не физиологически, не бытово, а психологически. Кому-то страшно и бытово, потому что переезды, бегство, боязни, потеря работы, боязнь, потеря даже свободы, чего угодно, всего. И уже со всех сторон. Потому что так ситуация зашла далеко благодаря немудрости людской, что все друг друга держат вот так просто. и огромная ненависть, ненависть растет, потому что ненависть – это клубок, который постоянно-постоянно, так сказать, обретает новые снежные, так сказать, хлопья и так далее, становится огромным уже снежным комом и несется с кручи. И вот сейчас я, кстати говоря, ехал по заснеженно красивой Москве. Ну, когда снег, вы знаете, выпадает, первые часы действительно красивы, потому что он скрывает какие-то неряшливые моменты, и все сверкает, и эта красота, пока он свежий. И снега так много, что он даже смог временно перекрыть бездарно и дико положенную в Москве плитку. Вот, а как ее положили, это, конечно, надо будет обязательно расследовать, но это отдельная тема. Ну, вот снег, вы знаете, когда я гуляю в эти холодные дни, а последний месяц в Москве бывало и минус 20 градусов, что давно не бывало, и я вот так из-под намотанного шарфа добрым взглядом смотрю, высматриваю тех, кто получает гранты на теме глобального потепления. Очень хочу с ними поговорить, научную дискуссию, там, где сугробы, значит, лед, нет камней, ну, неважно. И так далее, и так далее. Так вот, как выдерживать, как выдерживать действительно письма, если бы, ну, хорошо, что до меня не все письма, так сказать, ребятки допускают и какую-то выжимку дают, но даже читая эти письма, в принципе, человек со слабым, с психикой и стресс-устойчивостью мог бы уже давно отправиться, так сказать, на каначку. Но я читаю, анализирую и понимаю, в чем, так сказать, проблемы, кстати, очень схожие у самых разных людей по полу, возрасту, в стране ситуации, даже в стране баррикад, очень схожие проблемы. Так вот, ну, прежде всего, я напомню, вы меня извините, что все сие происходящее во всех странах мира, потому что сейчас нет какого-то одного региона, в котором тяжело, тяжело везде, благодаря людской глупости, потому что меня не слушали ни здесь, ни там, нигде. Здесь меня не слушали, я говорил, 25 лет, 20 лет с детства, а я с юности, с ранней юности имел возможность публиковаться и так далее. Я говорю, что нельзя, так сказать, все доверять тем, кто уже все провалил. Я говорил это, я писал об этом, не послушали. Окей, получилось то, что получилось. Там я 25 лет кричу, и в моей знаменитой статье о крушении Римской империи, варвары и римляне и так далее, я говорил, нельзя пускать, нельзя пускать тех, кто ненавидит Европу, кто веками хотел захватить, поработить, уничтожить, значит, все европейское, все наше и так далее. Нет, их пустили, им дали пособие, причем их пустили в количество миллионов. В итоге они в октябре официально открыто сотнями тысяч вышли и поддержали, значит, убийство людей, терроризм и так далее. Вот итоги дикие, дичайшие. Я предупреждал, публиковал, слушали и сотни тысяч людей, и даже миллионы, с переводами как угодно, бессмысленно. Все равно, значит, тут бывшие командуют, там захватили леваки, и в итоге происходит катастрофа. Вот буквально недавно, выпиющие совершенно как символ безумия и дикости, леваки, значит, атаковали в Лувре, Лувр, центр Парижа, центр цивилизации, центр цивилизованного мира. В Лувре центральный экспонат Джоконду умудрились бросить кастрюлю в Джоконду, чтобы разбить стекло и так далее. И ужас в том, что они проникли в Лувр в таком виде, да еще с какой-то кастрюлей. Ужас в том, что их допустили. Ужас и в том, что, как вы знаете или не знаете, но я видел несколько раз, подли Джоконды, не допуская приличных исследователей, стоят всегда два охранника. И вот эти охранники ничего не предприняли, есть видео, где они ничего не предпринимают, потому что это не охранники, а ничтожество, и им запрещено что-либо предпринимать, хотя надо просто было на уничтожение работать. И это абсолютная катастрофа с леваками, с варварами и прочее, и прочее. Это будет продолжаться, и будет хуже и хуже, потому что концептуально все неверно. И, кстати, подумайте, мои дорогие, до чего дошло, если они не могут защитить в центре Парижа, в охраняемом музее в Лувре, не могут защитить великий шедевр, да, то представьте себе, как они будут защищаться в случае более глобальной, так сказать, серьезной угрозы. Потому что эти охранники, и убогая публика, они просто смотрели на этот кошмар за тем, как левые производили теракт против величайшего произведения искусства. Так вот, это такая преамбула и описание сути происходящего, потому что плохо сейчас везде. Я этот тезис повторяю очень давно, и когда меня много лет назад, не только сейчас, и не два года, а пять лет назад, десять лет назад, 15 лет назад спрашивали, почему, где я, в каком месте, и так, и я говорю, это раньше было там и здесь, и здесь, и вот так, по-разному. Где-то очень хорошо, где-то очень плохо. Сейчас плохо везде. И вот как в этом везде плохо жить? Причем, вы же знаете, я повторяю, ситуации самые разные. Кто-то в России страдает, кто-то в Европе, кто-то русский в Европе, кто-то пытается там, пишут письма ужасные, страдальческие, как избежать мобилизации, убежать из Украины и так далее. Наши соотечественники, кто мучается без нормального, так сказать, возможности ездить в Финляндию и так далее. Это просто человеческая катастрофа, это несправедливо, личностно несправедливо, это мерзко мешать людям нормальной жизни и так далее. То есть все мучаются где-то, кто-то под репрессиями. Вообще, вы должны во многом и как бы брать пример с меня, видите, я же не, как вот мне там пишут страшные письма, как люди вообще не могут жить и впадают в дикое уныние. Но вот смотрите, я под репрессиями, причем репрессиями чудовищными, которые запрещают любую нормальную жизнь и так далее, и так далее. Но я же не, так сказать, схожу с ума и не теряю головы из-за этого. Я понимаю, что происходит, я это абсолютно предвидел, предсказывал. И это нахождение внутри трагедии, оно, это надо, этот жанр надо понимать. Вообще, очень важно понимать жанр. А что такое трагедия? Я об этом говорил множество раз. И, кстати говоря, в моей монографии «Первая научная история войны 1812 года», в тот момент, когда Наполеон уже допреследовал русскую армию, убегающую до Смоленска, а я напомню, что русский царь начал конфликт, он официально объявил войну. Он первые два года держал русскую армию в наступательном развертывании, и нужен был только главнокомандующий, приличный, которого так и нашлось. А войну Наполеон он уже объявил, и Наполеон нужен был мир, как продолжение телезийского мира, нарушенного России, нарушенного Александром I. Он был вынужден переступить границу, потому что Александр I объявил войну, но объявивший войну Александр I бежал от армии, русская армия бежала, потом от армии, кстати, бежал и брат царя Константин, начальник гвардии, начальник гвардии русской тоже бежал. Все в общем бежали, и Наполеону нужен был мир. Но как мир, если же нужно добиться, а как добиться, нужно же просто уже как-то сражения, переговоры и так далее, ну как в цивилизованных странах делают. И вот в Смоленске, он понимает, что он должен быть уже в Париже, заниматься своей страной, как он и хотел, потому что вообще на лето 12-го года об этом никто не знал до того, как я не раскопал документы, Наполеон должен был посетить Италию, Рим, и туда уже перевезли мебель, специально заказную мебель, произведенную великим мебельщиком, краснодревщиком фирмы его, Жакобом де Мольтером и так далее. Это все дополнительные, так сказать, доказательства моей концепции. Так вот, но нельзя было и остановиться нельзя было, и дальше идти, потому что надо заниматься империей своей страной, это тоже сложно. То есть вот это состояние гамлетовской трагедии, когда гамлет, он не может стерпеть несправедливость, преступления, подлость, измену матери, мужу покойному и так далее. Гамлет, он не может стерпеть всю несправедливость и подлость мира, и предателей, и друзей, и Розенкранса, и Гильденстерна, и так далее. но и если действовать так, как надо действовать принципиально, то это тоже преступление, убийство и самоубийство, в конце концов, по сути, потому что это самоуничтожение. Это и есть трагедия. Что такое трагедия? В моем понимании это когда и так плохо, и так плохо. И вот мы сейчас практически все, практически не все, но очень многие, оказались в ситуации трагедии, когда и так плохо поступить, и так тоже плохо поступить, по разным причинам. И я повторяю, что в чем удивительность момента, в том, что так по обе стороны, даже не по обе стороны баррикад, по все стороны, что сейчас сторон уже много одновременно, что такое уже пошла каша и хаос. И я повторю еще раз, что это именно благодаря того, что меня не слушали и сейчас продолжают, не хотят ко мне обратиться, меня послушать. Ну, хорошо. Значит, ну хотя бы вы, вот я не могу помочь всем, но я могу помочь некоторым образом вам, тем умным и хорошим людям, которые меня слушают, ну или плохим, которые подслушивают. Ну, которые, может быть, если так наподслушивают, может быть, они как постепенно перейдут на сторону добра. Так вот, прежде всего, вы должны понять, что все, что происходит в мире, это не ново, это глубоко объективно, это научно объяснимо, здесь нет ничего экстраординарного. Если ситуация чудовищна, это не значит, что она какая-то, знаете, инфернальная, или только с вами происходит, или ее нельзя пережить. Потому что ее переживала мировая история много раз, миллионы людей, миллиарды людей, и бывало, и катастрофы бывали, я бы сказал так, интенсивней, болезненней, тотальней. Кстати, мы идем к более болезненной и более интенсивной части катастрофы, опять-таки, поскольку меня не слушают. Поэтому это лишний вам повод и стимул сейчас не уничтожать свою нервную систему и психику, потому что она вам еще очень-очень понадобится, нам всем понадобится. И нам всем нужно быть вместе. То есть, во всех смыслах, психологически, интеллектуально поддерживать друг друга. Я поддерживаю вас одним образом, вы поддержите меня другим образом. И так далее, и так далее. Вот это соединство людей, которые в одной стране, в разных странах, в одном поле возрасте, это все не имеет значения. Мы, те, кто понимают важные и правильные вещи, мы должны быть в этом отношении едины. Так вот, вы должны понять, что это все объективно научно. Вы должны понять, что все равно придется это пережить. Вот все равно. То есть, и тогда важно, в каком варианте, в какой форме, в каком виде вы это переживете. Дальше вы должны понять, что, да, надо так успокоиться. Это забег на длинную дистанцию, как и вообще вся жизнь забег на длинную дистанцию. И забег на эти кошмарные проблемы тоже на длинную дистанцию. Поэтому вот в этом смысле вы должны рассчитывать дыхание. Конечно, дыхание – это отдельная вещь. И дыхание ставится индивидуально. Это уже физическая, это физиология. И я, как человек, который на сцене выступает и поет, я очень хорошо это все понимаю. Но здесь я вам не могу дать совет по физическому дыханию, поскольку этому я могу научить только лично. Но я вам объясняю в переносном смысле слова, что вот это дыхание выдержки, оно должно быть огромным и очень спокойным. Следующее. Конечно, этот год, 24-й, 25-й, он будет напоминать сразу много плохих годов 20-го и не только века. И эскалация будет, и похожая на 37-й будет, и абсурдные вещи, абсолютно абсурдные вещи будут. Вот это к всему нужно быть готовым и всячески поддерживать других, кому плохо. Почему это важно? Потому что поодиночке пропасть гораздо легче, чем, так сказать, вместе. Если вы поддерживаете других, не даете сделать с кем-то гадость, да, тогда это поддерживает и ваш статус. Плюс, задумайтесь еще о другом, когда вы за кого-то ответственны, когда вы понимаете, что вам нужно кому-то помочь, вы себя держите в форме, в тонусе, в рабочем, в интеллектуальном, в каком угодно, даже в денежном. И это не дает вам впасть в уныние, в печаль и в, значит, тот диагноз, который я считаю ненаучным. Вы знаете, я несколько раз говорил о том, что я научно могу признать неврозы и психозы, но только не вот выдуманную несколько лет назад депрессию и так далее. Так вот, ответственность и помощь другим, это очень-очень важно. Не бросать и бороться до конца смело и прочее. Вот эта борьба, ответственность за кого-то, за кого-то, да, это очень поддерживает. Дальше. Ну, вы знаете, человек при всей его сложности и тонкости, он устроен достаточно в некоторых вещах просто. Если касается нейромедиаторов, если касается физиологии, образной системы, символической системы. И здесь нам для тонуса, для настроения, для наслаждения в самой страшной ситуации могут помочь самые объективные, простые, всем известные вещи. Это вкусная еда, это не обязательно лобстер и омары. Извините, любая шоколадка, она определенным образом вам поднимает, так сказать, в организме то, что вам дает пусть временное, но удовольствие. Музыка яркая, она также этому способствует. И когда вы слушаете, допустим, очень такие романтичные, приятные 60-е годы в музыке, когда они уже не очень архаичные для нашего понимания, как даже очень эстетские 30-е и 40-е, но они звучат не так архаично. Там уже объем звука, объем страсти микрофона очень сильный в 60-е годы. И в то же время там нет разлада, который начинается в 70-е, 80-е, шума, так сказать, металла и прочее. Вот в 60-е годы эта эмоция очень светлая. Слушайте, слушайте вальсы Штрауса, дальше классика вальсы Штрауса, арии и дуэты Верди. Абсолютно насладительный, я бы сказал, безидейно насладительный легкий 18-й век от Ромо и Вивади и так далее, который, я много раз говорил вам, что 19-й век – это век уже сильных идей и поисков. Когда человека куда-то призывают, а человек не хочет, он хочет отдыхать, а его призывают насильно. Даже гениальные композиторы, когда насильно призывают, это все равно какой-то огромный труд для психики, для организма. А в 18-й век он никуда не призывает, там было несколько просветителей, которые писали умные вещи, они к просвещению призывали, но в музыке как бы это не особенно, там полная отдыхательная гармония. Это, ну и конечно на что мы смотрим, немыслимое количество писем несчастных, чудесных людей из провинции, и действительно там вот эти вот такие депрессивно-деструктивные пейзажи, кошмарные абсолютно, разруха, нищета, даже не столько нищета, вы знаете, даже деньги есть, ну вот такая антиэстетика, разруха, сугробы, холод, а потом когда, если скоро будет март, начинает апрель, все где-то оттаивает, исходит вся грязь, и вы просто вот это... Но как к этому относиться? Вы знаете, к этому можем по-разному относиться, к этому можно относиться сатирически, во-первых. То есть вы смотрите, вот раздвигаете, значит, такая пятиэтажка, или там даже одноэтажный домик-избушка, вы раздвигаете шторы-занавески, ну шторы-занавески потрясающего вкуса, там, конечно, такие или жуткие розочки, или, значит, что-то такое кошмарное, провинциальное, вы раздвигаете и раздвигаете шторы, если у вас есть вкус, ну вот вы насмотрелись в интернете, меня наслушались, там Лувер, Версаль, у вас есть вкус, и вам не нравятся шторки, ничего, понравятся шторки, потому что вы можете вспоминать там, как юмористически это осмысленно, в каких-нибудь фильмах, как «За двумя зайцами», вот про Непрокоповна, да, персонаж, и вы, эти все розочки, вы, или в жутких розочках гениальный фильм Рязанова, «Служебный роман», «Яхиджаку», ну вон она сидит, вся в жутких розочках, то есть это безвкусица, пусть у вас сатирически воспринимается, дальше вы открываете ставни, и там красота, значит, грязный снег, что-то где-то заржавело, полуразрушенное, недостроенное что-то, потому что уже там все рухнуло тогда, и начали строить, плохо строили, недостроили, и, в общем, во-первых, счастье, что это недостроили, потому что если бы это достроили, было бы еще хуже, вот вы об этом не подумали, да, плюс должны смотреть на это творчески, творчески, апоплектический пейзаж, представить себя писателем-фантастом, пишите эти, смотрите пять минут, вот какие здесь там могут быть, значит, абсурдистские, какая-то кинзадза или монстр, или что-то, это весело, подходите к этому жванецки, потому что включаешь и не работает, причем не работает практически все, и в этом вы должны находить юмор, и комизм, юмор находите, у вас тут же, соответственно, идут гормоны радости вверх, уже хорошо. Так, значит, окружающие вас, ну, конечно, чудовищное быдло, понятно, оно шумное, оно гадкое, оно грязное и так далее, но это же, в общем-то, можно посмотреть, как очень смешное, да, потому что это обсмеяно классикой, и мировой, и нашей отечественной, тем же Жванецким, и мной многокарадно. И вот это вы можете продолжить, и творчески введите дневник такой, ну, чтобы его не нашли, как у Глумова в пьесе Островского, но дневник, что сегодня там баба Маня, или спившийся какой-нибудь родственник, и то-то, то-то снова, и находите слова, тренируйтесь на кошках, как тоже в советском фильме, тренируйтесь на этом дерьме, окружающим вас часто родственным, потому что псевдородственным родственникам, это я вам, по уму, или, как говорят, по душе, но это, значит, по интеллекту, по уму, по нейрофизиологии, это родственник, а это случайно там кто-то из дырки выпал, ну, что же это родственник, значит, обсмеивайте вот это вот таким вот образом, глубинно, тяжело, но минуточку, это же и талант, если вы смогли переработать этот ад творчески, а это очень сложно, и вы понимаете, что это сложно, а вы смогли, ну, тогда вы себя уже кем-то чувствуете, у вас растет что? У вас растет, извините, это дело, самооценка, встает, растет самооценка, вот, и в этом смысле, да, потом, вот представьте себе, я так тоже думаю, посмотрите, сколько на мне репрессий, нападений, угроз, запретов и так далее, ну, это может быть, это вообще не жить, это кошмар, да, но я к этому еще как отношусь, понимаете, как уже становится научно интересно, что еще вот как человек, организм и интеллект может выдержать нечеловеческое какое-то давление, нападки и так далее, это некий такой, ну, научный опыт, художественный опыт и так далее, вы тоже можете в ваших небольших масштабах ставить этот опыт в жизни, и тогда это, опять-таки, творческий подход и достижение и так далее. Дальше, так мы уже говорим, шоколадка, даже вполне бедные люди себе могут ее пока позволить, значит, шоколадка, музыка, причем музыка определенная, я сказал, какая, а не какая-то другая, вот, творческий подход, наверное, на первом месте, вот этот творческий, сатирический подход ко всему, абсолютно ко всему, я много раз говорил, как тоже прием, это мое ноу-хау и, так сказать, мой значок авторства, не, так сказать, никому, если кто-то заметьте, пришлите, я буду по авторским правам преследовать очень жестко, вот вас окружают негодяи, алкоголики, подонки, лицемеры, агрессивные скоты, в семье, в учебном заведении, еще где-то, и так далее, и так далее. И как к этому относиться? Это сложно, иногда вступать, так сказать, в борьбу, но главное, знаете, даже борьба, и даже жесткая борьба, возможно, кроме чего, не берите этот стресс внутрь, все, вот так, зеркальте, все зеркальте, абсолютно. Очень в этом смысле к этому холодно. И как относиться, вот мое, это такое научное открытие, два варианта, либо вы сотрудник зоопарка, и вот к зверям ходите, ну, смешно же, если вы будете переживать, стрессовать из-за того, что там дикобраз, это дикобраз, что макака, это макака, что макака не похожа на Марлен Дитрель, что дикобраз не похож на Байрона, ну, это странно было бы, стресс из-за этого устраивать себе, да, или, допустим, вот это я сказал, относительно зоопарка, или второй вариант, что вы врач психбольницы, и там кто-то орет головой, бьет со стенку, кто-то агрессирует, и говорит, что вокруг все враги и так далее, но это идиоты, это больные люди, вот, да, у них все вокруг все враги, они боятся всего, очень часто в гамме психических расстройств, всякие мании преследования, мании психоза, невроза, и многие описывают, как по ним ползут там тараканы и прочее, и действительно многие сошлись с мастерами, боятся, что вот кто-то, может, там ползут по периметру, значит, какие-то страшные везде враги и прочее, это тоже психическое, да, значит, к этому нужно относиться врачебным образом, и как бы к общественно-политическому тоже нужно относиться врачебным образом, два варианта, вот, как в зоопарке, как врач, в психбольнице, потому что можно, ну, даже негодовать и не любить вот этих всех там больных или зверей, да, но переживать, стрессовать и каждый раз задавать себе вопрос, ну, почему же так, вот, многие в письмах и в эмоциях мне говорят, ну, как это можно, знаете, к сожалению, мы среди зверья, и поэтому это можно, вот весь этот ужас, потому что надо понять научно, что мы выдумали, какие-то есть там, значит, высокие категории, они есть, но они есть для приличных людей, которых очень много, и как раз это исключение, то есть это как бы не совсем люди, а люди вот в обычном научном смысле, это же полная гадость, вот это нужно понять, потому что я вам объединил вот некоторые тезисы, которые я сообщал много лет, объединил вам сейчас, пользуйтесь как-то, да, ну, вообще уже пользуйтесь, вот, ну, естественно, благодарны ко мне, естественно, уважая авторские права, потому что вы знаете, кто не уважает мои авторские права, знает, что с ними происходит, ну, вот, что я не только ученый-историк, я еще и режиссер, значит, ну, вот, относительно, это относительно стресса, и еще как, ну, это, к сожалению, не всем, но многим, вообще это зависит от вас, как еще можно победить стресс и плохое настроение, вы знаете, что в марте, в апреле, 31 марта у меня концерт на Кипре, в апреле, в начале 6 апреля во Флоренции, 14 в Амстердаме, ну, это те праздники жизни, которые, вот, могут вам, тем, кому посчастливиться побывать, ну, подарить такой заряд энергии на огромное количество времени вперед, да, это, конечно, может быть, касается в таком виде не всех, потому что то, что я сейчас вам передаю через экран, камеру, здесь сиди, серый стол и так далее, это, конечно, не то, что я могу вам показать и передать лично со сцены, когда мы рядом, и другая эмоция, и другое, так сказать, настроение, но пусть для вас будет стимул попасть на это мероприятие или устроить его у себя в городе, добиться и так далее, очень важен стимул, а стимул — это не только вдохновение, вообще стимул в переводе с латыни, изначально это, вы же что, это палка, в принципе, это мало кто знает, вот для большинства из вас, я об этом как-то упоминал, но большинство об этом узнало от меня и узнает сейчас, что стимул — это палка изначально, это не конфетка, это палка, поэтому вот если у вас чего-то нет или у вас чего-то лишены, вот пусть для вас будет очень серьезным стимулом выдрать этой жизни всеми силами, стараниями, понимаете, это вот тоже то, что вас поддержит и то, что отгонит, вообще отличает от разного рода стрессов. Так что вот, мои дорогие друзья и враги, которые, по идее, должны бы уже давно перейти в стан моих друзей, это то, что я хотел вам поведать относительно стрессоустойчивости, наслаждения, борьбы за себя, за нас всех, помощи друг другу, и будем вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!